Серия восьмая у нас сегодня. Нараблица, нераблица, жми, моя красавлица. Не забывайте, это ваше шуниное есть пасипа. Вот так вот. Пасипа вам. Вот так. Поехали. Часть восьмая на сегодня. И вот уже когда шли обратно, Захар вдруг спросил. А почему это тебя так зовут странно? Маклай. Ну, охотник только усмехнулся. Учитель наш так прозвал. Мы с Мишкой лет с восьми больше в тайге блукали, чем за партой сидели. Да. Ну, вот он и рассказал, что был путешественник такой раньше. Миклуха Маклай. Слыхал такого? Ну, так вот. Вот Мишка у него стал Миклухой, а я Маклаем. Ну, так и приросло к нам. На всю жизнь. И вот среди ночи зазвенел один из самодельных колокольчиков. Иван, схватившись за автомат, дал на звук сразу же очередь. Тра-та-та-та-та! И в ответ что-то глухое и яростно рявкнуло. А потом наступила тишина. Как думаешь, убил я его? Спросил Маклая Иван. Может, подранил? Сходить добить? А? Завтра узнаем. А ходить ночью, да по тайге, значит, самому принести Мишке себя на завтрак. Сказал, как отрезал охотник. И все. И вот только с рассветом они все же пошли проверять ловушки. Одна из них лишилась мяса. А пройдя чуть дальше, Маклай нашел на стланнике кровь. Но это его не удовлетворило. И рыжий только скривился. Зацепил ты его только чуть-чуть. Шкуру, видно, где-то покорябал. Все делов. И вот, пока готовили завтрак, Маклай нарубил целую охапку стланника. Поев, они снова с руганью и богохольствами полезли в болото. На этот раз туман стал не таким плотным. Оглянувшись, Маклай увидел сразу пятерых своих спутников. Они, как вчера, только двоих. Сразу пятеро. Через каждые двадцать метров он втыкал в эту вязкую массу очередную вешку. Через полчаса такого похода они чуть не лишились идущего последним горбача. Тот только на полметра шагнул в сторону от тропы и сразу же ушел в трясину по самий груди. — Братцы! Как вскрикнет он. И к нему первым подбежал Иван. И подал ему... Что бы вы думали? Он подал ему автомат. Тот словно клещами вцепился в приклад. И втроем они его таки выдернули из трясины. — Тяжело тянуть бегемота. Вот такое вот болото. Но все-таки вытянули. Пережив подобное приключение, тезка-генсека начал трястись не то от холода, не то от страха. Просто зуб на зуб не попадал. Дрыб-дрыб-дрыб-дрыб-дрыбадан. Еще через полчаса они вышли на большой по местным меркам остров. В длину он был метров тридцать, а в ширину не меньше десяти. Густая трава росла тут необычайнейших размеров. Стояло даже три довольно больших дерева. Две осинки и березочка. И пока они отдыхали, Иван отошел в сторону по нужде. И вернулся он с необычной добычей. — А, гляньте, какие я роги надыбал! — сказал он, протягивая свой трофей Захару. — Вот такие бы на стену в хате да повесить! А, рога! Это был череп оленя с хорошо сохранившимися рогами. Маклай мельком так глянул на эту добычу Ивана, смотрит, а потом торопливо соскочил с места и взял этот череп в руки. На нем, кроме рогов, были еще три кожаных веревочки. И, рассмотрев их, Маклай сказал. — А ведь это был верховой учак. — Домашний. — Что? — Какой еще учак? — Как это? — не понял любознательный живот. — Еще тот проглот. — Домашний это олень! — говорю. — Домашний! — Овенкийский! — Сбруя вон еще сохранилась. — Где ты его нашел? — А вот там вот Иван показал рукой. — Там их еще много таких. — Я самый большой выдобал. — И все. Все последовали за взволнованным Маклаем. И действительно, это было какое-то кладбище оленей. Целый погост на острове. На маленьком, совсем небольшом пятачке они насчитали тридцать пар рогов. Из них несколько были с остатками упряжи. И все это было действительно очень удивительно. Но Маклай был взволнован больше всех. Он упорно чего-то искал, раздвигал траву. Потом он подошел к дереву, остановился и выпрямился. — Да. — Не врал старый Николай. — И в самом деле. — Все было именно так. — Вдруг пробормотал он. И когда все подошли поближе, они увидели остатки одежды. И какие-то бусы. Словно кто-то сидел, прислонившись спиной к березке. Вот только череп с длинной черной косой лежал рядом с телом. — Баба! — пробормотал живот. — Их должно быть трое — отец, мать и сын, — пояснил Маклай. И этих двоих они нашли метрах в трех от этой самой березки. Отец лежал лицом вниз, а сын — лицом вверх. Отчего они умерли, было совершенно непонятно. Но всех беглецов одолела какая-то все разрастающаяся, разрастающаяся тоска. — А чего это они умерли? — А чего это? — Как так-то? — Все! — С оленями! — спросил живот. — Да бог его знает! И Маклай торопливо крестился двумя перстами. — Заблудились, наверное, — предположил живот. — Мы же вон как тут плутали! Круги наяривали! — Ну, это как раз вряд ли, — отверг эту идею Маклай. — Ведь эвенки в тайге не плутают. — Никогда! — Они вон даже оленей своих не расседлали. — Те так и умерли со всей поклажой. — Эх, да... — Да... — Это все тот газ, наверное, их отравил. — Не иначе как. — Газ! И постепенно, постепенно на всех начал накатывать этот настоящий ужас. — А ну, пошли отсюда! — скомандовал Захар. Дальше они шли уже очень быстро. Даже осторожный Маклай. Аж пятки сверкали. И вот через час благополучно выбрались на берег. И поняли, что в этот раз они вильнули в сторону. Всего-то ничего. Отклонились от курса на какие-то полкилометра. А старый медведь тоже не сильно сбился с пути. И его вели за собой вешки. Те самые. Маклаевы. Единственное, что раздражало старого зверя, это ссадина на плече, оставшаяся от пули, выпущенной Иваном. Он это еще припомнит. Время от времени он останавливался и зализывал свою рану, недовольно рыча при этом. Глава двадцать первая. Если бы туристы под руководством Захара не вставали так поздно и долго собирались с лагеря, то они бы могли еще увидеть, как вдалеке, на горизонте, несколько точек поднимались на перевал. Но в этой группе рано вставал один только Маклай. У него были свои хлопоты. В этот раз он развел костер, поставил на огонь самый большой котелок. После этого он прихватил ружье и исчез в зарослях стланника. Далеко ходить он не стал, да и оружие было ему нужно для самообороны, а не для охоты. Еще вечером, загодя, он поставил ссылки. И в одном из них обнаружил довольно крупного зайца. Лицо охотника выражало удовольствие. — Хех! А хорош ты, ушастый брат! — пробормотал он, рассматривая добычу. — Эх, косой! Рассчитывал он, что удача будет у него и в других селках тоже. Но они были пусты. Судя по крови, кто-то хорошо перекусил его зайчиком. — М-м-м! И Маклай осторожно осмотрел окрестности и по следам понял. — Эх ты! — Маха-расамаха! И, зло сплюнув, он увернулся в лагерь, обратно. Если бы он прошел дальше, то увидел следы еще одной трагедии. И там крови было гораздо больше. И клочки черно-бурой шерсти указывали на то, что и сама эта таежная гиена стала жертвой собственной жадности. Закусывая дармовой пищей, она забыла про осторожность. И один удар мощной медвежьей лапы сразу же переломил ей хребет. Аж хрустнула! Росамаха еще с какую минуту пыталась. Она пыталась отбиваться, скалила в свирепом хрипе свои желтые резцы. Но задние лапы уже бессильно волочились по земле. Так что уже вскоре старик доел зайца и начал потрожить уже саму росамаху. Маклай варил зайчатину по эвенкийскому методу. Он опускал нарезанное небольшими кусочками мясо в кипящую воду всего-то на несколько минут. А потом уже в этом бульоне варил кашу. Все его коллеги по зоне быстро привыкли к подобному рациону. Конечно! Ведь это было и вкусно, и полезно. М-м-м! Пользительно! Ведь так в мясе сохранялось больше витаминов. И только после того, как завтрак был уже готов, Маклай начал тормошить своих спутников. — А ну подъем, отряд! Я кому сказал подъем? — Как заорет он, заглядывая в палатку. И оттуда донеслась только ругань. — Маклай, да достал ты меня уже своими этими шоточками! — проворчал, вылезая из палатки, на свет божий Захар. — Я каждый раз вот это думаю, что опять в этой зоне! — Ну на хрена так орать? — Прям на ухо! — А мы и так в зоне! — Подхватил тему живот сразу же. — Только зона у нас тут бесконвойная! И вон какая большая! Хер, куда убежишь! Хе-хе-хе-хе! Ну... После завтрака все так же неторопливо начали собирать палатку. Только благодаря ругани горбача, тащившего ее на своих плечах, палатку сложили так, как надо. А то живот и челемон на пару пытались ее запихать, как есть. Вот так вот. В смятом состоянии. Побыстрейший шоп! И только лишь через час они вышли из этого сладника. Впереди были обширные пространства без единого тебе деревца. На изумрудном поле обширных лугов видимость была намного километров вперед. Миклуха обладал редким зрением. Он бы рассмотрел людей на таком расстоянии. Но буквально за несколько минут до появления второй группы путников, последний человек первой группы скрылся за отрогом перевала. Глава двадцать вторая. Что-то очень часто эти главы ходят что-то. Заметили, ребята? Глава за главой. Как это? Левой-правой. Левой-правой. Смирно. Поехали. Глава двадцать вторая. Спустя две недели стало ясно, насколько Головко ошибался в своих прогнозах. Беза была в том, что он был коренным жителем столицы и плохо представлял себе масштабы сибирского беспределья. Ну, во-первых, во-первых, подвела погода. Пошли дожди, и не только самолеты, но и вертолеты, геликоптеры не могли ни черта подняться в воздух. Ну, а потом распогодилось. Но полеты вертушек приносили только один отрицательный результат. Идея с самолетом авиаразведки была хороша. М-м-м. Очень хороша. Но на согласование ушло слишком много времени. А затем снова. Надьте, драсьте. А затем снова испортилась погода. Что ты будешь делать, а? И только вот позавчера Ил-76 прочитал, прочесал обширную местность не менее четверти всей Восточной Сибири. Сегодня ждали результатов расшифровки фотосъемок. Больше всего в нетерпении был Вишняков-младший. За эти две недели ему изрядно надоело маяться в этой глухомане. На кой черт я тут делаю вообще в этой глуши? Хм? И он очень сильно изменился. Оброс небольшой бородкой. Это не было каким-то его замыслом. Просто забыл в Нью-Йорке свою бритву. А те приборы, которые продавались в Алголе, просто ужаснули его своим жутким качеством. Как вообще таким они бреются тут? Ну, борода – да. Если есть у тебя борода, то я тебе скажу – да. Да? Да? Да. Но борода, надо сказать, ему действительно шла. Да? Да. Так же, как и армейский камуфляж, в который он обрадился уже на следующий день. Несколько раз сам Георгий вылетал на вертолетах на поиски отца. И ему все казалось, что именно в этот вылет сейчас он его найдет. Вот-вот найдет. И это будет так, как это показывают именно в тех американских фильмах. Израненный, но благодарный отец прижимает к груди спасителя сына. То, что это не произошло, конечно же, вызвало большое разочарование. Жизнь – это тебе не фильм. Ага. Жись – держись. Вот оно. Получай. Распишитесь. И ничего с этим нельзя было поделать. Вечерами его спасал… очень, надо сказать, спасал от скуки интернет. Благодаря которому он не только имел связь со своей ненаглядной Мэри, но и просто активно копался по всемирной паутине в поисках чего-нибудь интересного. Просто серфил. Как он обычно и привык. К спиртному он был настроен не только равнодушно, но и агрессивно отрицательно. Так что ни одно предложение Головко посидеть вечерком в чисто мужской компании вокруг бутыли с разведенным шилом его никак не вдохновило. Интернет – лучшее. В то утро они снова собрались в кабинете Глебова с глазу на глаз. «Дело, похоже, хуже, чем я думал», – сообщил ему Головко. «Практически мы установили всех членов этой банды. Прежде всего это сам Глебов. Он, как член правления Сиблиса, был в курсе продажи. Конечно же был в курсе продажи Забайкальского леспромхоза. Конечно. Ну а второе. За три месяца до полета он продал все свои акции Сиблиса. Угу. Это о чем-то говорит? А у него их было более чем достаточно. Как минимум на сто тысяч долларов. А за две недели до полета он продал принадлежащий ему дом, всю обстановку и машину. Практически Глебов отрубил Волголе все хвосты, как и отрезал. На борту кроме него был его племянник еще, некто Багров. Москвич в последнее время как-то осевший у дяди. И, наконец, пилот Михеев. Уголовник проходил по статье за неумышленное убийство. Он появился в этих местах полгода назад только. Сидел здесь недалеко. Вот поэтому и прибился к Олголю. В последнее время их часто видывали вместе. Этого Глебова и Михеева. Именно Михеева и Багрова опознали работника аэропорта Анаткольска. Как тех людей, кто поднялись на борт вертолета в форме экипажа. И тут в дверь их постучали. И зашел улыбчивый человек в военной форме с погонами майора. — Здравия желаю! — Ну, наконец-то! — обрадовался Головко. — Долго же вы возились с проявлением этой пленки! — Обижаете, начальник! Майор, пожимая всем руки, рассмеялся. — У нас сейчас компьютерные технологии! — Ага! — Какие пленки-то? — Ха-ха! — Прошлый век! — Все это как раз быстро у нас тут уже! Долго мы сверяли снимки со своими данными по погибшим машинам. Со сводками МЧС, аэрофлота. Тайга хоть и большая, но железо в нем уже набросано немерено. Мы нашли в этом полете только восемнадцать, восемнадцать ступней ракет-носителей. И шестнадцать самолетов. Многие разбились еще перед войной. Но до сих пор выглядит он совсем прекрасно. Я как-то вылетал на одно такое место аварии. Там лежит одна хорошо сохранившаяся аэрокобра сорок третьего. Да, сорок третьего года выпуска. Как новенькая! Их гнали из Аляски как раз над этими местами. Вот потому. Знаете, сколько стоит такой восстановленный самолет на рынке? М? Ну, дорого, наверное, признал Головко. Ну, ты это! Хватит! Не корми нас этой романтикой! Ты давай ближе к телу, а? Оборвал он майора. Ну, если ближе к телу, да ближе к делу, то мы предлагаем вам два варианта. Всего мы нашли пятнадцать разбившихся вертушек. Пятнадцать! По большинству из них данные мы нашли. И есть только два исключения. Вот как раз эти два варианта. Неизвестный нам вертолет в квадрате только один. И сгоревший участок тайги в квадрате номер два. Два квадратика. И он выложил перед заказчиками два снимка. На одном явно был виден хвост вертолета. А вот во втором они ничего не поняли. Это что такое? Спросил Головко и ткнул пальцем в этот снимок. Это двигатель и редуктор вертолета. А все остальное сгорело без следа. А вот тут вот еще лопасти видно. «Как это?» «Разве такое может вообще быть?» – удивлялся Вишняков. «Разве вертолет может сгореть вообще до такой вот степени?» «Да запросто!» – подтвердил майор. «Разве вертолеты горят как бенгальские свечи?» «Быстро!» «И необратимо!» «Ведь в алюминий добавлен магний!» «Угу!» «Это как вспышка!» «Помните?» «Помните?» «В былые времена!» «Фотоаппараты!» «Ох!» «И все!» «Так что за пять минут машина как-то вспышка!» «Мах!» «И сгорает полностью!» «Как у нас шутят?» «Вертолет падает сорок секунд, а сгорает за двадцать!» «Вот так вот!» «И вот в тот же день они вылетели на Ми-8 к первому же участку!» «В первый квадрат!» «Но как только приземлились, пилот их вертолета сразу же огорчил!» «Внимательно рассмотрев обломки, он сказал» «Э-э-э! Это не то!» «Э-э!» «Почему?» – не понял Вишняков. «Это Ми-4, а они летели на Ми-8!» «Да и лежит он давно уже здесь!» «Он! Березка сквозь корпус проросла!» «Ля!» И солнце пошло уже на убыль. Но как только они поднялись, Вишняков начал настаивать на том, чтобы сейчас же все полетели в сторону места крушения другого вертолета!» «Нам не хватит керосина!» – прокричал пробравшийся к нему в салон второй пилот. «Тут и так бы дотянуть до Алголя!» По неволе Георгию пришлось согласиться. В Алголь он прибыл в нервном возбуждении. «Как сделать так, чтобы увеличить дальность маршрута?» – спросил он начальника аэродрома и Головко. «Как сделать?» «Ну?» «Тут смотря в какую сторону вы хотите идти!» «В эту вот точку!» И Вишняков показал, ткнул пальцем в отметку падения второго вертолета. Второй квадратик! «Но потом нужно еще обследовать большой район рядом!» «Можно подобрать маршрут так!» «Так, чтобы можно было сесть не в Алголе, а, например, в Туранчае!» И вертолетчик ткнул карандашом в одну из точек на карте. «Большой поселок!» «Неофициальная столица местных народов!» «Вот только есть ли у них там лишнее топливо?» – озадачился беретрубку вертолетчик. «Лишнего не будет!» «Скажи им, что мы платим в двойном размере!» «Они сразу его найдут!» «Ты только скажи!» «Два счетчика!» – велел Головко, и Вишняков согласно кивнул головой. Возбуждение в этот вечер было настолько высоко, что Вишняков первый раз в своей жизни он напился. «Уже было не до этих ваших интернетов!» «Нахер он нужен тот, интернет тот ваш!» «Все!» И он в одиночку выдул целую бутылку водки. И уснул. Все! Дисконнект пошел! Уснул, так и не раздеваясь, поперек постели. Мэри в этот день не дождалась от него электронной весточки. Глава двадцать третья Воздух они поднялись, едва только взошло солнце. Хотя против этого активно возражал старый авиатор, начальник аэродрома. Ой, как возражал! «Да ни черта вы там не разглядите! Туман там сейчас везде! Туман!» «Кроме того, это опасно! Как вы не понимаете! Зацепитесь там за верхушку сопки меня! И вас тоже уже придется спасать!» Но Вишняков только отмахнулся от его слов. «Мол, чё ты понимаешь, старый?» «Туманы в самом деле, как крупа, обильно растекся по низинам тайги, и только вершины сопок торчали из белесого мрака, как те острова! Островочки!» Но через час, а именно столько было лету до места аварии, он уже начал словно бы утекать, растекался в какие-то свои подземные убежища, раскрывая волнистые море тайги во всей красе. Пилот, сделав круг над обгоревшей проплешиной в тайге, отрицательно замотал своей головою. «Невозможно! Невозможно тут сесть!» – прокричал он. «Будем искать поляну где-то рядом!» Ровная площадка нашлась как раз на берегу реки, на Отмеле, и чтобы дойти до места крушения, Головко и его команде пришлось потратить минут сорок. Только оказавшись внутри чёрного, выжженного круга, Вишняков убедился, что тот майор был прав. Это и в самом деле оказались обломки вертолёта. Сохранился даже его хвост. Но он очень сильно закоптился, и сверху был совсем невидимым. На нём даже остались две цифры – сорок шесть, шесть, шесть. И это очень больно ударило Георгия по сердцу. Именно такие цифры были в номере вертолёта, где летел его отец. А остальные члены группы разбрылись по этому пепелищу. И Вишняков просто рассматривал те небольшие остатки вертолёта. А Головко пытался найти на двигателе маркировку. Шесть, шесть, шесть. «Вот она», – сказал он, торопливо доставая из кармана смятую бумажку. И быстро слечив цифры, он кивнул головой. «Вон, это тот самый вертолёт. Василий Михалович, а вы что можете сказать по поводу всего этого? Гля, посмотри!» Высокий, худой, старый уже человек в кожаном плаще отрицательно помотал головой. «А я не вижу тут человеческих останков. Даже при таком сильном пожаре, ну, должны же, должны же остаться какие-то костные остатки. Какие-то металлические части одежды, бляшки, пуговки. Где всё это?» Да, это был крупный специалист МЧС. Специалист по воздушным катастрофам, только недавно вышедший на пенсию и нанятый головко в качестве главного консультанта. Он очень много повидал. «Так, надо осмотреть все окрестности», – предложил он. «Если часть экипажа выжила, они могли уйти. Но перед этим должны были похоронить всех погибших, оставить хоть какие-то метки. Затиси там на деревьях. Всё осмотрите. Так делают все. Это принято так у авиаторов». Осмотр окрестностей в радиусе чуть ли не километр ничего не дал. И это подбодрило Вишнякова-младшего. У Георгия, уже смирившегося со смертью отца, возникла мысль, что на самом деле тот действительно, может быть, жив. «Куда они могли пойти отсюда, а?» – спросил он. «Ближайший населённый пункт в более чем ста километрах отсюда», – предложил спасатель. «Какая-то Андреевка». «А мы там были», – отмахнулся полковник. «Местные староверы никого не видели. И никто к ним не выходил. Всех опросили». «Если у них остались карты, то они должны были идти именно сюда», – настаивал Василий Михайлович. «А о том, что староверы никого не видели?» «Вы сильно не успокаивайте там себя. Они могут выйти и через неделю. Ведь это тайга. Тут расстояние не самое главное». И вот после бурных обсуждений было решено совершить несколько кругов, как бы по спирали, – расширяя постепенно и расширяя радиус своего обследования. «Но как они могли оказаться так далеко от Алгля?» – уже в салоне грогочьего вертолёта кричал на ухо Георгию Головко. «Как? Это ж совсем в противоположной стороне отсюда!» «Может, они заблудились?» «Кто знает, кто знает. Может, они тогда и пошли в другую сторону, а? А не в эту Андреевку. Совсем другую!» Но Головко отчаянно замотал головой. «Вряд ли. Все равно, даже если бы они летели в другую сторону, то Андреевка ближе чего-либо. Все равно ближе!» И этот полёт тоже не дал ничего, никаких следов пропавшего экипажа. И они снова сели в Туранчане. Керосина там было мало, но деньги… Деньги – великое дело. Они творят чудеса. Так что даже там их охотно заправили. За эти самые. За гроши. Ночевали они там же. За те же самые. Конечно. К этому времени в этом посёлке скопилось уже три вертолёта, принадлежавших Сиблису. На следующее утро они разделились. Головко возглавил поиски северней Андреевки, а Вишняков – южнее этой же самой деревни. Он как-то уже уверовал даже в то, что его отец жив. Так что был как никогда возбуждён и пребывал в нетерпении, в ожидании чуда. С ними было три человека. Все с оружием, с большим запасом пищи и с огромной аптечкой. На все века. Они только летели к месту аварии, когда, вывернувшись из-за одной сопки, увидели внизу, на склоне, они увидели несколько человеческих фигур. Кто-то из них даже замахал вертолётчиком. И Георгий возбуждённо закричал. – Это они! Они! Снижайся! – Мы здесь не сядем! Склон слишком крутой! – крикнул пилот. – Ну тогда найди место! Где можно тут хотя бы снизиться? Мы там сами спрыгнем! – Хм! – Хорошо! И место он так и нашёл, но на самой вершине соседней сопки. Крохотная проплешина среди тайги позволила ему зависнуть метрах в десяти от земли и скинуть вниз канат. Первым прыгал Вишняков. Получилось это у него не слишком удачно. Стараясь смягчить удар об землю, он кубарем покатился вниз по склону и с размаху как врежется в ствол дерево, прям своей башкой, чуть не хрустнуло. Армейская кепка таки смягчила удар, но самую малость. Так что на несколько минут он отключился, погрузился в темноту. Шесть, шесть, шесть. Увидел звёзды. Он не видел, что порыв ветра заставил пилотов резко поднять машину вверх. И, сделав круг, снова вернуться к исходной точке. Георгий очнулся от сильного порыва этого искусственного ветра. Вертолёт висел, развернувшись выходом в другую сторону. Вишняков видел, как спустился один из его людей, а затем второй. А потом началось что-то неожиданное. За грохотом вертолётного двигателя послышался какой-то треск, в котором слабо угадывались автоматные очереди. И машина вдруг вздрогнула и начала подниматься вверх, при этом как-то нелепо заваливаясь на бок. И, словно в той замедленной съёмке, Георгий видел, как развалился кормовой винт его вертолёта. Последний человек из его группы, почувствовав что-то неладное, прыгнул, когда высота составляла уже метров пять. Но ему не повезло. Как раз в этот момент Ми-8 попытался взлететь ещё выше, но при этом он окончательно уже завалился на бок. И лопасти прямо в воздухе, как рубанули тело человека, располосовав его напополам. И через секунду после этого лопасти обрубили ветви могучего кедра. И, разламываясь на мелкие осколки, начали разлетаться везде в стороны. И один из них со свистом пролетел прямо над головой Андрея. Он прямо это почувствовал. Но он, не замечая этого, не мигая, смотрел. Он смотрел на эту картину трагедии. После потери винта, лишившись воздушной опоры, громоздкая туша вертолёта с десяти метров боком, плашмя, как вдарится об землю. Вишняков смотрел, как сминается корпус вертолёта, как та игрушка, как он ещё дёргается от работающего двигателя. Но потом и тот заглох. И установилась после этого нереальная, глухая тишина. Но её быстро нарушила автоматная очередь, прошившая днище уже лежавшего вертолёта. — Да хватит, хватит! — как ряфкнул Захар, отталкивая Ивана в сторону. — Хватит тебе орё, шо взорвётся нахрен! — А? — Как я его, а? — довольно спросил тот, опуская автомат. — Как я его замочил-то, а? — А? — Птичечка! — Всё! — Нормально! — Молоток! — Вырастешь кувалдой будешь! — Афган! — Это всё его школа! — Пошли туда! — А будто я не знаю! Лишняков не успел толком прийти в себя. Как на вершине сопки появились какие-то люди в камуфляже и с оружием. И они деловито спустились вниз. — Челеман, а ну осмотри вертушку! — И почисти там, если что! — приказал Захар, кидая другу пистолет. Тот забрался сверху на корпус, спрыгнул в открытую дверь вниз, в салон. И первое, что он услышал — это были стоны. К нему вскоре присоединился и другой голос. Пробравшись в кабину, Челеман понял, что оба пилота живы, только все были в крови и не могли подняться на ноги, прижатые своими креслами, и друг другом. И тот, что был сверху, сразу же оглянулся на Челемана. И он увидел глаза полные боли. — Помоги нам! — прохрипел пилот. — Ага, сейчас только позову мать Терезу! — ответил уголовник и дважды выстрелил в этих вертолетчиков. — Трах-бах! — и в дамках! Немного пришедший в себя Георгий хотел уже подняться и подойти к этим незнакомцам. Хотя он и видел, что они стреляли по вертолету, но ему казалось, что это какое-то недоразумение. Но выстрелы, прозвучавшие из чрева вертолета, сразу же остановили его. И это его и спасло. И вот вскоре один из незнакомцев, самый здоровый, седой, выволок из кустов одного из членов команды Вишнякова. Тот был без оружия, весь в крови. Его по касательной зацепило осколком разлетающийся винт. Не повезло и второму напарнику Вишнякова. Вертолет упал прямо на него, всей своей массой. — О, братва! ОМОНовца взял! — гордо сообщил Иван. — Я не ОМОНовец! — прохрипел тот. Он стоял на коленях и пытался зажать руками рану на голове. — А кто же ты тогда? — спросил Захар. — Московское охранное агентство «ЩИТ». Я здесь в командировке. — И на хрена вашему агентству нужно охотиться за нами? — А? На кой черт пролетели? — А мы не охотились. Мы искали пропавший вертолет. Там летела большая шишка. Местный олигарх. — Мне нужно перевязать голову! — попросил охранник. — На! — Нужно! — Значит, нужно! — согласился вдруг Захар. Тем временем Живот и Челимон вовсю потрошили вертолет. — Захар, да тут жратвы! Тут жратвы на две недели! — Минимум! — крикнул Живот. — Смотри! Тут аптечка даже есть! — Гля! — А ну! А ну-ка притащи ее сюда! — Тащи! И когда людоед принес большой чемодан с аптечкой, Захар достал бинт и, встав за спиной по-прежнему стоящему на коленях охраннику, начал заматывать белой кисеей его голову. — Ха! Еще тот медик! — Так что? Что это был за олигарх? — спросил он. И охранник начал отвечать. Охотно, надо сказать, хотя и чуть путаясь в деталях. А Захара сейчас все интересовало. Каждая мелочь. Что за олигарх? Откуда валетел? И куда? Сколько с ним было людей? И что они вообще везли такое? Не деньги ли? То, что незнакомцы помогают раненым, несколько успокоило Георгия со стороны. И его таки посещала мысль выйти навстречу к этим незнакомцам. Но, уже забинтовав голову охраннику, Захар отошел за его спину, взял пистолет из рук Челемона и выстрелил в затылок этому москвичу. «Ну, что ты там говоришь? Хавки много!» — обратился он после этого к Челемону. «Да море! Везет нам, господа воры!» «Соберите оружие. Автоматы брать не будем. А вот патрончики нам пригодятся. Вы потрошите все магазины. И у пистолетов, и у автоматов. Все берем!» И пока остальные набивали рюкзаки, Захар пытался разобраться в полетных бумагах пилотов. «Посчитай, сколько их тут всех, а?» — попросил он Ивана. «Хочу считать. Тут только руками развел. Двое в кабине. Одного ты и грохнул. Одного он лопастями разрубил, а третий и под вертолетом. Вон, одни ноги торчат из-под него. Ха! Как ремонтирует! Ха! Гля! Ха! Может улететь скоро!» «А? Хорошо. Тогда тут все. Надо быстро отсюда уходить. Наверняка они успели передать координаты. Но перед этим сделай. Ты знаешь что!» И вот через полчаса корпус вертолета был еле-еле виден из-за нескольких срубленных Иваном деревьев. «Работал он очень быстро. Только одни щепки летели из-под топора. Все четыре сосенки легли прямо верхушками, точно на корпус вертолета. Все погребено!» «А? Как я их, а?» Сказал он любой своей работой. «А? Здорово! Это в какой зоне ты такому научился-то, а?» Спросил его Челимон. «Где так дрова рубить? Ты шалашики строишь? Молодец!» «Не шалашики, а деревья. В Тальшецкой зоне. У нас там даже чемпионаты по лесорубному делу устраивали. А? Начальство так забавлялось. «И вот через пару минут они исчезли за вершиной соседней сопки. И только тогда Вишняков поднялся и с трудом сделал несколько шагов вперед. И снова упал на землю». У меня такой вопрос, ребята, как всегда. Давай, ну, разберем полеты у нас. У нас тут сегодня полеты были, летали прям. Сколько вертолетеров? «Ну, первое, что я задумываюсь, если вертолет упал, как бы он там не упал, как его спрятать вообще? Возможно ли даже вот так завалить его вот соснами, чтобы они упали прямо на него? Вот о чем я говорю. То есть, я так понимаю, это нужно со всех сторон там. Сбоку, сверху, снизу и прямо на него. Причем ветками. Это как направить его так надо? Обычно ветки ж так деревья не растут. Это надо как-то привязывать веревку какую-то к вершине, направлять, чтобы именно на него упал. Ну, мы так в деревне валили деревья. Привязываешь, снизу бжжжик. Правда, мы бензопилу, а здесь топором тем более. Причем быстро, прям вообще быстро. Это не быстро. Попробуй вертолет спрячь. Мне кажется, там тремя не обойдешься. Там, чтобы его спрятать, так конкретно надо, чтобы навалить. А самое главное, даже если ты навалишь, ну, оно же заметно, пятно. Прям такой круглый-кругляшок, что-то там упало. Когда даже вертолет падал, он своими вот этими чух-чух-чух-чух все там перерубал. Получится такой, как круг какой-то ровный. Ну, может, неровный, как он там боком падал. Ну, еще меня удивило, что выпрыгивал этот человек, и как-то он попал так на эти лопасти, его прям там разрубило, перемололо. Вообще это возможно? Я представляю, когда ты вылетаешь. Ну, вот парашютисты, они прыгают, они вниз летят. Как здесь можно на лопасти попасть? Не, я допускаю, что это возможно. Это же, ну, невозможно. Ну, просто как? Вот он, вертолет падает. Я несколько видосов видел же, как они падают. Это происходит действительно как-то так не сильно быстро. Ну, да, неестественно он так накриняется. И получается, если ты выпрыгиваешь, да, если ты выпрыгиваешь в сторону туда, где он накренился, вероятность есть попасть. Но, даже здесь, мне кажется, вероятность попасть на лопасти, она минимальная. Лопасти же крутят, они молотят воздух. И, естественно, воздух идет от них. От лопастей вниз. То есть, они дуют же вниз. От них. То есть, ты туда же не пойдешь, на них. Потоком воздуха даже тебя просто снесет. То есть, нереально туда попасть. И я такого мнения. Напишите, специалисты, вертолетчики. Там, где я летал на дельтаплане, да, там, получается, сзади, как у пропеллера у Карлесона, да, там вертолет так, ну, крутит сзади. И, получается, ты спереди. Поток воздуха просто наоборот идет. И, получается, руку, если вытягиваешь, да, туда затягивает прям, да. Но, это как бы сверху вертолета, если вот так взять. По положению. А, если ты находишься снизу потока, причем она маслает, фу-фу-фу, как она там маслает. То, естественно, тебя оттуда просто отобьет. Там, наверное, даже если ты захочешь на нее прям прыгнуть, тебя там, ну, я не знаю, может ты, да, долетишь до него. Но, все равно, потоком воздуха тебя будет сбивать. Ну, это мои такие рассуждения по этому поводу. Интересно, что вы напишете по этому. Интересно. Здесь просто, мне кажется, ну, для красочности, что там, фух-фух-фух, всех порубало, разрубило. И, что самое интересное, еще, получается, и сверху упало на человека. То есть, кто-то там спрыгнул, и получилось так, что вертолет на него сверху храп, и все. И я еще задумался, ну, если на него сверху упал, как они его могут вообще видеть? Ну, и говорить о том, что вон, посмотри, еще один там лежит. И получилось так, что, видите, выкрутился, автор выкрутился, что ноги торчат. О, торчат ноги, и тогда его видно. Вот даже так. Видите? Используются все возможные вот эти вот такие штучки-дрючки. Ну, интересненько. Интересненько. Тут уже прям вообще детектив. Да. И вот по поводу этого магния вы мне писали еще в предыдущей части. Помните? Кровь и золото. Это же тот же самый автор. И очень это прослеживается, скажите. Вот очень похоже даже используется тот же медведь. Вспомните. Старый медведь здесь. Но, правда, здесь оно как-то... Вот вы действительно пишите. Есть такое вот местами. Оно здесь как-то... Ну, как-то так... Не концентрировано. Оно как-то идет так... Чук-чук-чук. Что-то рассказали. Хоп, оборвалось. Пошло что-то другое. То есть тут даже мысль не дошла. И оно хоп, оборвалось на другое. Переключилось. Хоп, на другое. Вот тут даже, смотрите, по главам мы идем. У нас что-то глава 22. Что-то сильно часто эти главы. Я даже думаю, в будущем может просто пропускать это. Глава, глава, не называть ее. Оно только мешает. Но, может быть, она нужна, чтобы вы понимали, что меняется событие. Потому что тут же из одной бестии в другую стихию мы тыкаемся. Сразу же нас перекидывают. Может быть, вот только из-за этого можно желательно называть эти главы. По поводу магния вы тоже рассказывали, что вертолет может так сгореть. Действительно, вы мне писали. Что прям действительно горит металл. И здесь, это, кстати, это я. Это я свое вставил, что вот магний, да, фотоаппараты, которые старые, туда же магний засовывались. И он прям вспыхивал. И там идет такой очень яркий белый свет. Он прям засвечивал все. Его использовали как вспышку. Это, кстати, вот вы тогда написали, что магний. И я сразу же провел параллели из-за этого. И вы тоже писали, что он прям светится таким белым-белым, прям у глаза выедает. Ну, как раз как вспышка. Вспышка пошла, и все. Да. И вот это вот здесь вот так вот, как это, органично сюда его постарался вписать. Даже вы не заметили. Наверное, что это мое. А это мое. Е-мое, это мое. Вот так. Да, ребята. Что еще обсудить? Ну, все вроде бы, на сегодня все. Все в деле. А просто сюда забывают что-то там. Вот, походу, что-то идет. А, вот эти вот номер вертолета. Шестерки, шестерки, шестерки. Как оно? Интересненько, а? Ну, наверное, там были шестерки. Они там задумались, но не подали виду. И я всегда, когда вот такое вижу, вот честно по себе скажу, я думаю, ну, это просто совпадение. Ну, как бы об этом думать даже не надо. И, может быть, так же и они. Вот. Ну, как бы там, вот так вот. Как бы вот, ну, совпадение просто. Не думаю, да. Вот тут можно узреть и пятое, и десятое. И многое можно узреть. Ну, вот так вот. На сегодня, ребята, шо? На сегодня все. Делаем мы немножко такие загадочные, чтобы были. Немножко мистики. Чуть-чуть немножечко. А, ну, я думаю, не помешает. Мне даже так нравится. Да, эффекты вот это. Выбираю здесь, подбираю. Мне нравится. Долго искать надо. Подходящие такие. Ну, я прям вот сам, когда я их вставляю, у меня аж мурашки так идут. И думаю, вам тоже так, наверное, хорошо там. Вот. Восприятие, правда? А? Пища для мозгов-то. Хе-хе. Да, ребята. Ну, на сегодня уже все. Вы там проверяйте. Ставьте, нравится в конце. Проверяйте, чтобы все стояло. Это ваше спасибо. Не забывайте. Сегодня у нас шо, выходной, выходит пораньше. Завтра шо, тоже выходной, выйдет тоже пораньше, наверное. Поняли? Не забывайте подписываться, чтобы ничего не пропустить. И нажимайте колокольчик, чтобы он был нажатый. Проверяйте. Покедва. Вот так вот. Спуки-ноки. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.